Вот у нас утренняя пробежка с утра, наши гости бегают, чтобы взбодриться перед молитвой, да и вообще, чтобы в течение дня быть бодрственными, он, Игнатьич, значит, тоже едет уже нас посетить. Игнатьич, значит, тоже решил, только на велосипеде нужно проехаться. Ну, все, три круга и все. Все, все, вставайте, восстанавливайте дыхание. Ладно, ага, помашите руками, дыхание, что высошел. Открытым ртом дышат только пловцы над водой. Носом себя, а ртом будем... Все, слава богу. Ну, еще, время-то есть, еще поработает? Да. Да, вот так, я хотел сказать, вот спортом заниматься. Говорят, деревня, как? Наша деревня-то небольшая была. Это примерно 330 человек было. Ну, это все-таки четыре, кажется, тут. Три, кажется, овсеводческих было, две пасеки, свиноферма, птицеферма. Тут много чего было. Народ всегда был занят, работало и не хватало. А мы сами по себе росли. Детей редко привлекали в последние годы. А раньше было, вот эти поля, сейчас не обрабатывали, никто это отравы не знал. И маленькие, ну, в первом классе уже были. Рукавичек не было. И ходить по пшенисе, не наступить, вырывать осод. Осод, а осод это колючий, его не выдержишь никак. Надо оторвать его хотя бы. Руки в крови. И никто не стонал. Это удивительно, какое время было. Вот наша семья, ну, наша семья-то, я этим занимался, имела футбол. В деревне не было. Приходили, ребятишки отовсюду, поле отдельно было. Знали, у меня везде шесты висели по деревьям лазить, канаты. Отдельно нигде ничего нельзя было сделать. А когда насмотрелись фильм Тарзан-то, по деревьям-то прыгать, березу склоняешься, да оборвешься, летишь, живот все ободранное. Ну, если вот подпрыгнешь, веточку достанешь, там, один листик подтянул, дальше ухватился, все, дальше на дих руках уже поднимешься наверх. А сейчас, ну, просто висит там сколько спортивные снаряды, нет никого. Не знают, у нас этого не было. У меня гири разные были. Я просто занимался все время этим. Был, вот, барана, зубья-то большие у бараны, и вбитый в матку. Матка-то, на которой, ну, потолок висит, лежит. Из-за него все время и подтягиваешься. Мы жили вот здесь вот, это наш дом был. А колодец у соседей был, своего не было одно время. Я воду носил оттуда поливать. Ведерки, и все что-то так. Все время. Каждый день мать дает занятия. Вот, а огород был, ну, вот как до конца. Там можно посмотреть. Ну, далеко, тут показать не на что. Ну, полгектара. Вот три ряда картошки прополоть надо. И уже не вылазишь оттуда. Как в картошку с тяпкой залез, я заканчиваю в четыре часа дня уже. Все, ведра в руки, и вон где лес. Туда, вон первые, где деревья. Везде суслики были. А там, внизу, в лагу, вот там, это, вода, хомутки. Воды почерпнуть, наверх поднять, вылить суслика. Один суслик первым сортом 6 копеек. Третьим сортом. Три амин тебе сделает приемщик, заводит жир в сырье. Всех третьим сортом. Жирное, жир топить там, где-то может сдать можно было. Ну, то есть, все время движение было. Все время организм работал. Железяки всякие в виде, гантели. А гантели не знал, а просто сам видел, что это необходимо. Люди идут, у нас деревья тут большие росли. У меня было 123 скворечника, представь себе. 123, а ты ни одного не сделал за жизнь. И не знаешь, поэтому у нас проезжают по переулку, по тому, останавливались шофера и слушали. Разговариваешь, не слышно, такой птичий базар. Нигде такого не было. Пень какой, я его разделю, так, на три. А из одного пня шесть скворечников. Из валенка, из сапога, из огнетушителя, из чугуна. Это внутри, чтобы только залазить было, как ему. И сцепляться лапками-то где-то. То есть это было очень интересно. У меня вот здесь вот голубей более 300 было. Это надо достать. Пшеницу там, кормить, отходы. И все это между делом. Главное, это пасти, что мы пасем. Пасем там. И вот все время занимаемся. Это сохраняется. Сейчас я бы жуков-то сжгли. Ну и я раздетый из бани вышел. Этот старик, наверное, сильный был в молодости. Кто-то говорит. Я старик. Какой я старик? Старик, когда человек никому не нужен. Вот, видишь, два голубя на свободе остались. Остальные все у нас здесь. Породистая голубка вышла за черного. Какие дети будут, неизвестно. И вот я приехал как-то, на корабле работал домой. А пост. А дома работать много. Вывозить навоз надо. Отец без руки был. Ну и приехал, ясно дело, что худой. Никогда у нас жирных в природе никогда не было. Из лишнего веса вот так вот, что было. Мы это не знаем. Это видно, сколько он его насыплял жиру-то. Уже сейчас. Килограмм 30 с этой свиньи надо сдирать уже сейчас. Ну и капитан Фролов говорил. Че ты такой приехал? Вот, дошел. А там же канаты-то, скажем, какие-то металлические на корабле. Я учусь в училище высшем мореходном. В армии служил в морфлоте. А тут работаю матросом первого класса. Я говорю, у нас пост. Тебя что наняли? Поститься здесь. Тут работать надо. Но я и работаю. А тут гиря двухпудовая. Ты ее поднять-то не сможешь. А гирю поднимать, когда поднимает, она вот так опрокидывается. Другое дело, так вот взять ее и стоимя за ручку держать. Не дать ей опрокинуться. Ты слышишь? Вот так. Двухпудовая гиря. Вон она у меня лежит там. На запасе. Вот так вот. И сколько раз. Теперь вот так вот сядешь с гирей. С гирей подняться. С гирей. Двухпудовая гиря. 32 килограмма. А тут эстонцы здоровые стоят. Я говорю, а вы дайте им поднять. Он один раз поднялся. Ну и больше не может. Ноги не держат. Но поднимает, пускай взял она в руке у него. Я говорю, не переворачивай. Держи вот так. Здоровые ребята. Я перед капитаном сел и пошел. Как будто бы у меня никого, ничего сзади-то нету. С гирей-то. Я эту гирю поднял. Пошел вот так. Перекинул. Я говорю, о, ну тогда ладно. Все. Ничего не надо агитировать. Ты не понимаешь, о чем я говорю. Сразу скурежился. А к женскому туалету жмешься. Ты должен поехать другим. Когда говоришь, что отсутствующие где-то. Твои мозги украли. Я говорю, что вот в этой обстановке, в нашей деревне было. Я уж не говорю о том, что я кем готовился быть. У меня разные ножи были. Я целыми днями там пасу и бечу, чтобы на расстоянии 20 метров тыкву попасть. Как этот взял ножи, когда узнал, что дочь его 14-летней изнасиловали. И в зале суда метнулся. У него было три ножа. Два сразу в сердце на расстоянии 20 метров. Не ожидали ни судья, ни кто. И ни охраны. И третий точно в горло. Мгновенная смерть. Я вот к этому готовился. Быть террористом и отомстить коммунистам. За то, что они сделали с народом. У меня-то сознание было. А Бог показал мне, ты будешь страдать. А не ты от них будешь страдать. Тюрьму пойду. Я же не знал ничего этого. А там работать, а если плохо работать, тебя заклюют. У нас приезжали клиенты. Я работал на снабженнической базе. Ну, мужики. Вот так бывает на руки возьмешься и друг друга кто повалит. Я не знаю, как-то. Какой-то ремрестинг. Что-то такое, да? Ремрестинг. Ну, это мужики с такой вот. Ни одного не было, который бы я не победил. Я их всех положил до того. Левой рукой, правой. Так они вот такие глаза на меня делают. Он выше меня ростом. Вот такой вот объемный-то. На пружице я вижу, у него кровь сейчас из глаз брызнется. А я его долго держу на одном месте, а потом рванулось к миру. Все кончилось. В техникум поступил, сразу все к своей боксе стрельбы. У меня дома везде ружья. Я специально тревогу разыграю. Тревога. Я выскакиваю, тут же под окном спрятано ружье. Хватаю патроны с собой. Я уже в кустах. Я оттуда стреляю. Ложусь спать. У меня топорик, нож рядом с собакой. Живем я никогда не дамся. Вот моя такая была юность. Поэтому я на вас смотрю. Вот такие все нетренированные, рохли. Ну, как же так? Ты должен отвечать за все, что рядом женщина. Не дать ее в обиду. А она должна постоять за себя. Про них считал я. Он приехал там, корреспондент или кто-то брать. Чем занимаюсь? Охотой. Как? Она повела на охоту его. Здесь, говорит, кабаны. Сейчас буду я на них, говорит. Они приходят сюда. Ну, они, говорит, сикачи эти страшные. У них клык. Он разорвет тебя. Я говорю, а у них в двух руках ружья, двустволки. И она слева, справа, вот это. Четыре кабана положила перед ним. Он так и ахнул. Без промаха. Женщина. Вот есть такой фильм, кажется, «Сибирочка», что ли называется. Такой новый фильм, многосерийный. И она такая была. С левой руки, с правой. Так это не... А сейчас стреляет, да еще рукой придерживает руку из пистолета. Вы видели? Холодное лето 1953 года. Как он... Брось ружье, он бросил выстрел. Он раненый лежит. Он тогда... А у него, говорит, готово точно в лоб и нету. А кто он разведка? Разведка полковая. Есть еще такой какой-то фильм. Снайпер, кажется, называется. Там охотятся. Белорусский, кажется, фильм. И там немка, ведьма называли. Баба! Она волосы распустила. Она раз. Точно в сердце готов. Баба! Вот и рот разделал. Ты никому не доверяй. Или вот смотришь, ликвидация. Вон вроде упал. Все лежит. А он только вышел. Он сразу раз готово. Убил. То есть... Какие же вы вояки-то? Он упал. Ничего не значит... Ты в укрытие. Понаблюдай, как он двигается. Да еще один выстрел сделал. Ничего этого нету. Я вот смотрю... Эти... Ну, в Чечне в плен попадали, которые... Дуряком лезут в плен. Четверо сидят в вахте. Допустим, здесь вот... Ну, сторожка наблюдает, останавливает, выходит днем. А ездит тут так, как санитарная машина. Это чеченцы. Войнская часть дальше. А они здесь. Ночью слышали крики. Утром пришли, 4 было солдата. Никого нету. А их уже казнили. А почему? Потому что сидели. Анекдоты травили. Я был командир отделения. Я бы обязательно не так сделал. А как? Ну, днем понятно. Подошел, проверил. А ночью как? Распределил. Минимум 4 окопа в разных концах. С автоматами. А один сидит здесь. Этим чеченцам прочистил бы зубы. Они не знают, кто зашли. Один где трое не было. Все, руки вверх. И кончено дело. И арестовали. А здесь нет. Стояли. Голову отрезали. Родионов. Я в армии служил. У меня только награды были. Домой, отпуск и проще. Они знали, как я стреляю. Пуля в пулю садится. Я стрелять не буду в воздухе. Я сначала вас убью, а потом дам выстрел. Так они издалека идут. Сейчас свои идем. Идет смена вам. А меня нигде нет. Я уже вырвал себе засаду и оттуда смотрю. Нигде меня не видно. Склады проверил. Пломбы проверил. Все на месте. Где прорваны консервные банки. Собаченка была. Прикормил ее. Я на вахте. Мне государство доверило. Там с единой времени. Слежение за спутниками тогда было. 1961 год. Это ответственная была работа. А дают поспать после обеда. Кто идет на вахту. Никто не ложится. Я всегда ложился. Мне надо бодрствовать. А он сидят там, играет или что-то. Ночь застали спящего. Ну ладно, это свои. Тебя зарезали бы. Я ко всему относился очень серьезно. Не то, что там как. Бог меня хранил для другого. Я Евангелия не знал. Но любую работу делать так. У нас была здесь ферба. И естреба напали. Председатель говорит, еще не можем делать. Каждый день до десятка куриц уносят. Ну и кто-то вспомнил обо мне. Я в школе учился. И позвали меня, дескать. Ну помогите, может. Еще патроны в карманы. Я еще не подъехал. Гляжу, ястреб куриц утащит. Раз вместе с курицей. Второй, третий. Я за день все очистил. Курицы ходят свободно. Никого нету. А почему в деревню никому не обратились? Да и ружья ни у кого не было. У меня одно ружье, да другое спрятанное где-то. Да собаки. Я до обеда прочистил этих ястребов. Никого нигде нету. Мне приятно это вспомнить. Вы живете неинтересно. Поэтому я такой меркой меряю. Смотрю на вас. Ну как же так живете неинтересно. Вы каждый день бы задавали вопросы. Дедам вопросов ни от кого нету. Только глядя взрослый вышел по-другому. То есть все время прячетесь от взрослых. Вам взрослые не нужны. Они нужны только накормить вас, постирать и все. Остальное вы бы бегали, вы ура, кричали друг за другом. Играть-то не умеете. Палочка какая-то, тыщет ему в глаз стоит. Вы враги друг другу. Вы русские люди, христиане. И нет дружбы между вами. Ты посмотри, как чеченцы другие, какие они дружные. Показывают две группы. Чеченские, они воюют там через себя бросать. Школьники, такие приемы знают. И русские телевизор сидят, смотрят. И они нас за людей-то не считают. Свиноеды. Одно слово стоит, чтобы свинью в рот не брал никогда. Свиного. Свиноеды. Фу, срам какой. Я тебе сказал это, ты навсегда это пойми. Пойми, свининой никогда, чтобы тебя дома не было. И ты увидишь, как это. Каждый день никого нету, в это время тренировка. Отжимайся, прыгай, переворачивайся. Смотри, когда эта борьба без правил. Он упадет, и он вот так вот изогнется, прыгнул уже на ногах со спины. Без помощи рук. А то мало того, несколько раз перевернется, заскочит на ограду. Рот раззинет, орет, оттуда прыгнет еще. Я сказал, смотри, какой я боевой, попробуй против меня. Сверну башку. Этого не делает только Емельяненко. Он, ну что с вами поделать, придется положить. Как будто, говорит, медведь русский вышел. А они все трепещут. Его Майк Тайсон говорит, лучшего борьба не было никогда. А он сам чемпион мира. И теперь показывает с Дональдом, он рядом с Трампом, Федор Миляненко. Крестик у него, крестик снял, тут нельзя биться. И всегда он спокойный такой стоит. Бывает и поражение, бывает. Учится, и дома там кувалда, он кувалда эту шину от, наверное, от Беларуси долбит. У него удар-то какой. И как он, раз руку завернул, смотришь, захватил, то душу, то руку завернул. Опять победа вышел. И опять стоит, ну что с вами поделаешь. Вас учить надо. Вот вам пример. Никогда, ну, зря так говорят, нехорошие слова такие, мандраже. Ты еще не знаешь, битва не начиналась, а уже белый флаг выбросили. Что ты? Ты еще в битву-то не вступил. Решительность. А решительность, это главное качество должно быть, как Серафим Саровский говорит. Не хватает решимости. А решимость у тебя есть. Вот смотри, я считаю, вот вы, что приехали из Канады, это решимость. Я не знаю, сейчас заслуга дедушки вашего или отца. Поэтому мне обидно, что если вы уедете и перед Константином пристанете, какие уехали, он скажет, такие деньги тратил. И то другое. Я прошу, будьте другими. Вы приехали, должны другими. Забудь про гвозди молоток. Даже, чтобы не было. У тебя безразличия ко всему нет. До всего дела. Узнавай, как в себе записывай. Это нельзя делать, это нельзя. А я не знаю. Ты видел, она долбит, что там. Подошел сестренка, ну-ка, за шиворот ее. Тряхнул, чтобы мне гвозди выступали. Положи на место. И все на это. Ты здоровый, крепкий парень. И отец увидит, да, защитник растет. Не зря потратил деньги в эту потеряевку посылал вас. Мама свое дело делает. Вот в кризе у меня никаких претензий нет. Заранее написали музыкальных наклонностей. Тут поговорили, договорились. Идет, чтобы ты всегда ее охранял. Ни одного шага никуда за дверью. И Бог нас хранит. Заметьте, власть, роднодзорные еще к нам не приходят. А кого, считай, еще 10 дней? Эти выезжают. Эти тоже вас стоят не трогают. Живите. И ну и дальше никого нету. Ваня остается. Коля вдольше всех будет. Все. Это вам маленькое наставление, как заниматься своим телом. И все время это делай с молитвой. Смотри, сколько мы сделали. До качель не доберемся никак. Веревки вверху отвязать. И там вторую проволоку. Или за эту уже где-то привязать. Веревка была, чтобы на таком уровне. Больше не было. Под себя. Там есть такие целые части веревок. Перевязать. И вторую проволоку сделать, на которой садится вторую. А за эту держаться, как было. То есть, осмотрите, сделайте это. Все. С Богом. Благодарю за внимание. Так, топор мне дайте. Там он. Под кровати должен быть. Где топор? Ну-ка наставь. Под кровати сказали. Сказали, это хорошо. Дядь, Володь, дайте пилу. Пилу. Пилит. Сейчас сдавься. Можно я сразу с пилой? На пиле ходить. Дядь, Володя. А? Я могу сходить с пилами. Что? Да не, не знаю. Такой топор. А где-то это? Наверное, на сваречнике. Нет. А? Это-то с первого мостика принесли. Принесли с первого мостика. Теперь он там не нужен. Давай сюда. Надавь, да. Я люблю колоть. Починь. Заржавел. Пилы, брат. Пилы еще. Где у нас в корешнике, да? Да, на скворечнике. Владимир Юрьевич, две пилы хотя бы. Короткая ручка и такой острый, который. А где этот наждак? Все тут должно быть. В ведре. Сейчас он придет. Молоток тут. Так дело не пойдет. Владимир Юрьевич, сейчас второй топор принесут. Вот так вот костюмы сейчас свои. Скиньте лишнее. Нет. И со мной. Владимир Юрьевич, надо шкурить еще. Можно я? Шкурить надо. А что, они одни будут пилить? Ну, а что они? Ну, держите, нате с него. Держи. Нет, Коля, ты нет. Нет, Владимир, можно я? Нет, а вы зачем, Фросе, высыкать? А тебе не с кем пилить-то будет. Никол, можно я? Все низкие. Ты пониже встань лучше. Это просто еще. А сейчас Никита принесет. Вы можете пока с ними, пока начнете. Давай пока нету. Пока у нас, давай. Ну, этим топором не находишься. Я к Володе, можно я пошкурю? Тогда надо убрать. Нет, тебе нельзя. Вон, дрова таскайте. Кто свободен, дрова таскайте. Вон, напилины уже. Давай. Вот это вот тоже возьмите. Которая толстая, отпилите от нее. А которую потольше оставите. Сейчас я тут раскидаю. Сейчас я ударить нещим. Ага. Надо это, брат, шкурить. Так, глянь, глянь, что я сделаю здесь. Вот так. Смотрите, которые толстые. Вот эти вот. А подожди, а зачем тебе пилить? Получили, которые принесли с первого мостика, а обрубыши-то? Нет, нет, нет. Не вошли? Вон они, вон, обрубыши-то. А-а-а. Они пропитаны. Сохраните их. Нет, это другое. Ну ладно. Начинаем. Там где-то у меня топорик еще был. Тебе топорик-то нужен, блядь. Где-то он или там, брат, или здесь. Топорик или топор. Топорик такой, желтый, который маленький-то мой. Сейчас где-то сучки можно было рубить. Вот наши дыньки. Сейчас на улице дождило. Не очень растет хорошо. Егора, ты чего? Я только что там дрова брела. Половали. Ага. О, Маша молодец какая. Как пилит. Вот, замени. Несколько разгодят. Игорь, ты наколол там дрова, а там дрова наколол. Там не ходи. А вот, скажи туда. Дровяник. А вон, замени этого Колю. Колю пускай таскает дрова потихоньку. Коля, иди дрова таскай потихоньку. Че, где стоять? Если погода будет хорошая, надо сегодня будем столовку вытащить куда-то. Коля, Коля, иди таскай. Тебе тут толку-то от тебя нет никакого. Стоять тебе. Коля, я что, 10 раз должен повторять, что ли? Иди давай, таскай дрова потихоньку. Че, пидем? Давай. Ну все, слава Христу, аллилуйя. Граденка.